Приветствую вас друзья и коллеги по хобби. Как видите продолжаю дальше сборку и покраску Газ Тигр от фирмы Звезда пикап Апокалипсиса. Ну и покажу вам что сейчас получилось на данный момент. Я уже сделал фильтры, нанес фильтры на модель, поставил колеса, поставил примерное вооружение, но еще не все. Ну чтобы посмотреть как машина будет смотреться и выглядеть. Ну знаете скажу после фильтров мне она начинает нравиться. То есть фильтры сделали свое дело. Немножко размыли цвета, убрали яркость и вот на данный момент получается вот такой вот пикапчик. Ну еще как я говорил ранее будут сзади стоять крупнокалиберные пулеметы. Скорее всего пулеметы будут американские браунинги. Вот как видите все отваливается потому что прихватил на сухую, поставил, чтобы держалась все на добром слове. Просто чтобы посмотреть, сфотографировать, чтобы уже посмотреть машину по фотографиям более подробно. Ну и думать дальше что с ней делать. Ну в принципе что с ней буду делать буду стараться показывать. На данный момент отправляется модель в лакировку. Будет лакироваться глянцевым лаком. Наверное буду использовать для лакировки футуру. А потом наносить и делать на автомобиль смывку. После смывки задую модель сатиновым или полуматовым лаком от фирмы и уже буду наносить масляные точки. И думаю после масляных точек модель должна заиграть уже тоже совсем по-другому и приобретет уже более натуральный настоящий вид. И коротко о фильтрах. Фильтр я использовал в масляные краски. Для этого взял за основу, за базовый цвет коричневый. В коричневый добавил немного желтого цвета, немного красного. Перемешал. Вот этим фильтром прошелся в 2-3 слоя по машине. То есть один слой нанес, подождал, просохло, посмотрел, чтобы получилось второй и третий слой. Дал просохнуть в машине сутки. Ну и как бы вы видите, что получается на данный момент. Сейчас отправлю ее в лакировку и в принципе уже машина подходит к финишной стадии, к финалу. Ну еще вот не придумал, правда, что делать с фарами. Фары, наверное, поставлю как бы навесные от фирмы Эльф. Наверное, буду использовать. Какие фары поставить на морду еще не придумал. Может, посмотрю где-нибудь у себя в запасах, найду какие-нибудь стеклышки от фар. Вот, поставлю, так как фар Эльф сильно немного у меня и берегу тоже на другие модели. А сейчас в Белоруссии они сильно подорожали как-то, да, наверное, и везде они подорожали. Что не сильно их и купишь. Вот, мы будем стараться. Вот, приобрету, когда... Сейчас пока что думаю над освещением, чтобы уже зима, как бы осень подходит. Осень наступила, скоро уже будет поздняя осень, начинает уже рано темнеть. Я вот думаю сейчас над освещением, чтобы качество роликов повысить, качество видео было лучше. Хочу сделать хорошее освещение, чтобы все было видно со всех сторон. Но это пока что в разработках. Также еще, ребята, хочу спросить про ракурсы. Кто посоветует, с какого ракурса лучше снимать. У меня есть два штатива. Один маленький, как бы метровый, и один профессиональный. Большой штатив. Вот, хотел еще посоветоваться с вами насчет ракурса в видеосъемке. Нормальный я ракурсы выбираю, или может что-то попробовать другое. Вот. Как бы тоже хотел услышать вашего мнения и прислушаться к советам. Посмотреть. Смотрите продолжение видео. Фотографии будут после видео. Может кто-то после моих слов перестает смотреть. Но после видео у меня всегда идут фотографии проделанной работы. Смотрите следующие части. Смотрите продолжение в следующей 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 части.